добрый вечер друзья отвез посылки спасибо всем кто заказывает покупатель индюка ответила мне и ей индюка отправлю завтра ну знаете почему я бы конечно я бы и так отправил но это все-таки мясо и человек мне не отвечал я думаю сейчас отправлю никто не придет забирать а посылка лежит на почте наверное дней семь или восемь пока ее отправят назад но представьте что это будет а я не хочу себе как бы портить репутацию такой отправкой поэтому отправляют только по полной предоплате тогда люди приходят и забирают сразу в момент присылания посылка того как посылка доставлена в отделении так что вот так ну я все равно буду ехать завтра у меня еще перепелиное яйцо заказано на инкубацию как раз завтра уже будет пять шесть дней как я его собираю ну и сутки будет идти и 7 дневное яйцо нормально закладывать кто там просил кролика вот они все на месте все три крольчихи и кроу сидят себе в клеточки ничего не делают за ними следит ванька вот такие вот дела дульки на цыплятках мы только вернулись я еще даже не переоделся дульки на цыплятке водичка есть корм они вон там просыпали так что им есть что собирать пусть собирают вот такие дела и тут такое у меня но но я же как уезжал вам ставил воду а вы уже все молодцы вас надо куда-то пересаживать вы уже большие и вам не хватает ни на что да так это кохинхинчик вот так а еще мне знаете что кажется что у меня кохинхиниха собирается насиживать это очень интересно у нее там гнезде около двух десяток яиц я предлагал яйцо от кохинхиниха никто нет не выходи нет курочка не выходи никто не захотел поэтому она там так в гнезде лежит мне было интересно посмотреть сядет или нет ну курочка кохинхинчики вот такой кохинхинчик петельный красивенький там есть еще точно такой же есть кохинхинчик похож на курочек как у меня взрослые так где еще ну и короче я так и не знаю сколько тут кохинки вот ты гля как выгребла цыплёночка это еще мне мамаша вот так тихо тихо знаете я бы сейчас тут не снимал не снимал ролик но тут такое произошло я не знаю скорее всего толку не будет ну че я не снимал бы я бы просто сейчас он поналивал бы воды и корма и все но тут так короче позвонил мне сосед и и пишет мне ты держишь перепелом я говорю ну ты должен их слышать там твои руки как бешеные ну стой я налью подожди ладно уже сейчас тут налью он говорит я нашел перепелку ну вот пожалуйста не упади не упади я говорю ну может и моя я же все таки держу перепелок он не сказал никакого размера ну как бы а просто говорит перепелка и принес ее мне значит эту перепелку тихо ножку бери и принес мне эту перепелку а я ему говорю да очень похоже на перепелку но это не перепелочка вот похоже на перепелку я думаю похоже я думаю что вы сейчас сможете определить кто это короче расскажу откуда он ее взял скорее всего толку не будет я только что я его взял в руки ну я его только что носом тыкал в воду я ему положил в клюв крупиночку корма раз второй третий но он выглядит сонным и очень худым и очень худым это скорее всего фазаненок где он его взял ему во двор его принесла кошка кот его же кот молодой я думаю если бы это была взрослая кошка она бы его сразу собор сожрала и никого бы не принесла во двор а кот принес и посреди двора сидел играл ну сидел и с ним игрался но я думаю вы понимаете как коты носят птичку это они ее носят в клюве и короче он такой какой-то сильно худой и сильно хромой ну как вы видите мне повезло что есть с кем его посадить вот это пуховый цыпленочек вылупился у курочки которая досиживает вот то яйцо что белая курица бросила которую я садил в брудер в котором сейчас сидят три бинтам очки которых водила курица которая их обклевала боже какая родословная целая да короче так это курочка бросила яйцо я переложил 2 курочки и вот у нее вылупился цыпленок она продолжает там дальше сидеть их нужно просветить те яйца короче вот это пока расскажешь все так и все эфирное время занимает да ну мне его некуда садить я его и планировал посадить в этот брудер ну короче вот так это сто процентов фазаненок мне кажется он немножечко тянет лапку и какие-то у него обвисшие крылья он выглядит худо худым и сонным я же я вам говорю что я попробовал не попробовала засунул ему наверно три-четыре крупинки комбикорма вот ну который стоит и носом его тыкал вот так в воду ну короче не знаю цыпленочек пуховый сам пьет как бы найда чё ты ругаешься ну короче я не знаю он посидит здесь но я не вижу и вот мне не нравится что он становится в воду давай пей может у тебя обезвоживание а может просто тебя кот подавил короче ну вроде никаких ранок нету но вот левую лапку он как-то тянет как бы вот тихо тихо чё ты орешь чё ты пришел мне орать вот это еще мне обормоты стоят орут короче вот такие вот новости тут мне они конечно эти фазаны и не нужны и ну какой от них толк фазаны сами по себе сумасшедшие крикливые птички наравне с перепелами индюками и павлинами ну примерно так фазаны орут да не очень приятно но блин ну и выкинуть же что же я его не могу но я вижу что никакого толку с него не будет в общем завтра так как цыпленочек манюсенький уже завтра все все будет видно все будет понятно так что вот такие вот дела но чё еще начали уже кукаре ой крякать уточки которых водит утка а это плюс еще как ну круто утка которая водит до фокусируйся а это еще дополнительные крики здесь во дворе это капец какой то вы все поели нет еще не все а эти сидят ловят все собирают ну тут еще вода есть ну конечно она нагадила ну пока еще сейчас поменяю вот так гусярком налил не ругаемся вот этим сейчас тоже налью у них все хорошо уточка справляется со своей задачей няньки она и прячет отлично ну я имею ввиду на ночь они под нее прячутся им тепло так что все нормально хватит мне тут орать и еще знаете что хотел сказать мне сегодня боже вот это утки под ногами я сейчас кого-то страшно ходить от кого-то на кого-то наступлю не орите вот это мне еще меня меня попросили ну написали мне в комментариях сообщение что хотят заказать перепелиное яйцо и яйцо от пуховых кур от пуховых кур нет яйца я не знаю что мне делать с сетками как бы посмотрите там сидит вон три штуки они они сидят втроем это кстати вот эта курица которая бросила вот ты боже это еще что они сидят давно тут гляньте что происходит вот ты боже как давно они сидят а вот этого я не видел это хорошо что я с вами сюда зашел там было четыре яйца и они вот на них на четверых яйцах этих сидят так кыш 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 вот и мамка нарисовалась можно отдать четыре так а нет еще четыре значит было пять а может поднесли сейчас я гляну гляну тихо тихо не убегай я тебя заберу это тоже живое и это живое но здесь что-то сроки ой-ой-ой сроки маленькие и это а чё это так вылупилась и тут так это очень странно для яйца воруют можно какую-то курицу взять и тем цыплятам отдать я вот они сидят получается ну раз этот вылупился то уже 21 день я сюда ничего не подкладывал то они сами снесли и за вот эти 21 день они снесли вот эти пять яиц и вот четыре это я вчера вчера положил сюда они вот там снесли их это какие-то из вот этих курочек гляньте что туда мы наловили вот уже напарничек тихо-тихо-тихо напарничек тому пуховому с вот это еще мы крикливые с фазаненком возможно не получится а вот эти вот пусть себе будут парочкой да вот так а вот этого большого сейчас вам покажу и вот этих троих цыплят тоже сейчас вам покажу которых обклевала курочка когда с ними сидела я ее выкинул нафиг посмотрите как выглядит ой-ой-ой-ой мы потеряли цыпленка ляша ляша делает я тебе сейчас половлю его не трогай маленького как они хорошо все по обрастали их было пять но два цыпленка начали прижмуривать глазки я вам об этом рассказывал и показывал и они пропали а эти три вот уже прям так капитально обросли все три прям хорошо обросли видно что два от бинтамки а один от подуана тихо вот это тихо тихо вот это подуанович видишь видно нет фокусируется фокусируется да видно что от подуанчика ну короче хорошие такие массивные ребятки все трое почему два пропала я так и не понял абсолютно не понял не могу и вам рассказать почему они пропали все конечно потому что невозможно здесь дать куда-то на анализы поэтому как бы тихо иди назад курица оп вот так тут смотрите тут несутся тихо несутся вот сюда вот мы яйцо едим сейчас бинтамки прям очень очень много несут погода не такая жаркая не прям все несутся я уже наверное десятка три забрал домой кушать уже люди не берут поздно типа на я на на этот на инкубацию на самом деле это и поздно как бы не у всех есть теплые помещения и люди думают сейчас заложить это в конце августа только вывод ну и представьте вот те цыплятки вот какие небольшие это в зиму такими так что не все хотят и вот вот смотрите гнездо это тоже тут такое знаете все заброшенное я не пойму она уже села нет ну короче несется и вот здесь же в кастрюльке сидит курочка а вот неё ну и еще рано ну тут цыпляточек нету еще короче сидит пока вот так несутся прям сильно сильно они все вот так а вот здесь загончик он такой заброшенный это мы его освободили вчера тут стояли как бы запчасти от комбайна ну и их вчера забрали отсюда поэтому можно будет здесь поубирать а вот эта курочка то которая вылупила первого цыпленка и вот так она гадит прям под себя я сейчас проверю так это живое почему ну и это пока живое но она еще не собирается выводить и это живое поэтому ну вот те два цыпленка а это непонятно но возможно тоже живое очень грязное яйцо но там не видно черноты а есть такое о а это вот наклюнулся видите они как-то выводятся прям как хотят этот проклюнулся это живое это живое ну в общем продолжает она сидеть дальше как-то как-то так и сейчас сейчас мне хочется вам показать а если вот эта утка просто свинота по ней можно по снесенным яйцам можно определять сколько дней и и утятом она несется каждый каждый день каждый день вот яйцо которое было вот здесь снесено вот она разбитое а это вот она уже снесла неделю водит утят и семь яиц уже снесла молодец у нее тоже нужно сейчас убирать несутся очень хорошо начали нестись когда убрал кстати я убрал эту курочку которая была с таким с кривым клювом и по это и пухлым глазом я думаю вы помните такую курочку осталось семь курочек 1 2 3 4 5 6 7 да все на месте и два петушка и много кто в комментариях писал они не несутся из-за того что очень много петухов так и есть потому что как только я убрал лишних петухов а их было здесь много то курочки начали прям нестись хорошо если даже то что курочка села это не значит что яйца не будет может кто-то хочет яйцо от кахенкинчиков в общем вот два яйца и вот два яйца это они снесли сегодня и вчера ну короче несутся нормально толстушки а вот здесь посмотрите на пузатую эту красоту она села вчера она они очень маленькие по весу курочки но очень объемные по перьям потому что вес курочек где-то пол килограмма всего вот прям всего полкило а размером накрыть могут яйца как большая курица потому что большие и у нее вот здесь это все они нанесли гляньте сколько и вот ты как она прям она схватилась за что-то когтем я ее не могу оторвать и она прям подтягивает себя назад для к яйцу тянет и вот у нее прям много много а как ты схватилась ножкой три шесть семь десять четыре пятнадцать двадцать один то ли двадцать два яйца то ли двадцать три и она все накрывает я вот думаю вот те четыре яйца ну возможно что не думаю так наверное сделаю она села вчера вечером то есть и сегодня сидит надеюсь что она уже села они просто присиживает эти четыре яйца надо подложить сейчас под какую-то другую курочку и чтобы через три-четыре дня я провоскопирую и может какое-то будет пустое чтобы ну как бы все-таки у нее был выводок потому что сезон подходит концу ой а у меня всего четыре или пять цыплят непонятненько поэтому давайте сразу их кому-то и под кладем сейчас я вот этой дуриндушке налью водички мамульки на а убирать будем потом на охи свиноты я прям не могу утки это самые свиноты которые могут могут быть тихо от неудобно они ж не пьют а просто разливают не могу одной рукой секундочку вот так все утятки все в порядке шустрые ровные мне очень а ну вот это тот который вылупился первый вот он с хохолком на голове и у него на клюве была гематома я думаю вы помните я вам показывал абсолютно не видно как будто ничего не было не знаю куда она делась как она рассосалась но в общем все хорошо утенчик равномерно толстенький как и все так что все будет нормально все тогда так забираю вот эти четыре яйца и ничего не могу придумать как положить их туда в гнездо где сидит три пуховые курицы да это будет самый идеальный вариант и через три дня все уберем туда но вообще желательно ту курочку куда-то пересадите но тихо скорее всего будет лучше не пересадить и 4 что ли лезет непонятно не клюньте пожалуйста яйцо на на прячь быстро быстро прячь быстро прячь прячь быстро давай давай прячь яйцо помогая рыжая оп и и ты прячь вот так вот так вот так но не договорил скорее всего лучше взять отгородить вот так помните как я крольчиха разгораживал в этом просто стеклом вот так угол ей отгородить ну рамой они у меня тут валяются по двору и чем-то накрыть чтобы уже она сидела там где сидит и не успеем оглянуться как у нее будет вывод да так что вот так получается там 21 или 22 или 23 яйца я так и не досчитал и тут 4 посмотрим через три дня что и как будет вот такие вот дела все друзья нужно управляться всем большое спасибо за просмотр так что блин вот эти четыре яйца пуховые они ведь тоже пропадут да и их давайте под кладем ну почему же в куче им не по вот не повыводится да знаете еще четыре вам яйца так что прячь или ты четыре себе спрятала и справилась и эти прячь давай ну прячь ослепла что ли яйца петухи нет а не получилось но как вы видели только что вам показал яйцо вот 5 из 5 живые так что петухи работают это может что я навел на них камеру постеснялись до прячь яйцо давай об вот ты боже какая молодец кстати это курица уже сидела мелкая ну вот такие дела все ребята всем большое спасибо за просмотр всем хорошего дня всем пока пока пока